Нижний Новгород Добрый день, меня зовут Айнарс Багацкий, я главный тренер баскетбольного клуба Нижний Новгород, и это мои правила жизни. Я уже знал заранее, уже последние где-то плюс-минус 6 лет, когда я играл, я уже знал, что я буду делать, я себя направлял на это направление, я учился, семинары, клиники и так далее. Мне не нравится сравнивать тренеров, каждому тренеру есть свои методы, возможности, никогда нельзя сравнивать тренеров, по-моему, вообще в мире нету плохих тренеров, да, во-первых, все есть тренеры, которые есть удачливые, более удачливые или менее удачливые. В жизни есть две вещи, которые нельзя купить за деньги, это здоровье и опыт, а остальное все может быть. Я не могу сказать, что я работал когда-то в жизни, я стараюсь игрокам говорить, я считаю, у нас нету работы, у нас есть хобби, когда-то нас родители отвезли в баскетбол, в баскетбольную секцию, мы позанимались баскетболом, побросали мячик, чувствовали какое-то там наслаждение от этого. Больше или меньше так и прошла наша жизнь, да, и работа, я считаю, это тяжелая работа, когда ты там пилишь деревья, роешь ямы на фабрике, работаешь. Умеренная диктатура, да, умеренная. Я никогда не буду игроков проверять, что они делали, поверьте, меня практически невозможно обмануть, я говорю практически, потому что мне интересно, кто меня первый обманет. к каким-то взаимоотношениям. Я обычно перед сезоном игрокам рассказываю такие, как я говорю, мои капризы. Из-за того, что я не пойму никогда. Я не пойму, если перед тренировкой или игрой кто-то из игроков где-то там типа потусовал. Я говорю у ребят, это другим, это как диверсант, засланный соперником у вас, у нас. Я считаю, что вообще нету идеальных игроков. Да, поверьте, к каждой игре, когда готовишься к каждой игре, ты просматриваешь несколько игр, как играет основной твой соперник, я стараюсь делать акцент на не то, что играет команда, а то, что играет игрок конкретный, больше акцент делать. Потому что больше или меньше в Европе, в мире игроки играют одно и то же самое. Вопросы только выполнению, выполнению качества. И тем выше уровень игрок, тем качественнее он это выполняет. Но каждому игроку есть свои плюсы и минусы. Поверьте, я знаю игроков многомиллионными контрактами, которые не умеют водить левой рукой, есть которых есть большие. Но одновременно то, что он делает, он сделает настолько хорошо, что его недостатки это компенсирует. Да, но идеальных игроков в мире нет. Так же, как идеальных тренеров. Подписывая каких-то игроков, я стараюсь узнавать через их бывших тренеров, других там, скаутов, каких-то GM-ов, как игрок, как человек. Очень часто есть ситуации, что игрок по статистике отличный, и потом, когда ты его поближе узнаешь, он или пьяница, или траблмейкер, или просто необщительный. Условно, конечно, важно, чтобы он давал результат, чтобы он был продуктивный, чтобы он давал пользу. Но одновременно хотелось бы, чтобы игрок хорошо чувствовал себя. Победа, особенно иностранцы, когда они приезжают на сезон, очень важно, чтобы у них был хороший такой... Я не говорю игрокам, они не должны любить друг друга. Игроки должны уважать друг друга, чтобы им с друг другом было хорошо. А не так, что я пришел в раздевалку, ах, опять ты. Рано или поздно так будет, потому что весь сезон, когда вместе работает контактный вид спорта, традиция нижняя нога. Это клуб с традициями, где, во-первых, славится такой... Я не хочу сказать такое слово локальный патриотизм, но игроки, которые нижним, они как-то находят двойную энергию, двойную силу, чтобы играть, может быть, чуть-чуть лучше, чем от них ожидается. Да, конечно, это сезон такой, может быть, во-первых, он исторический, Евролига, маленький клуб Евролига, условно, но я бы сказал сказать, может быть, у нас есть маленький клуб, но мы гордые. Я наслаждаюсь совместной работой с этими игроками. Перед сезонами я говорил всей команде, что это моя мечта, чтобы каждый игрок за этот сезон стал хоть чуть-чуть лучше, вот маленький кусочек, ну, чуть-чуть лучше, чтобы вошел уже следующий уровень. Чтобы стать лучше, там не надо смотреть ни на паспорт. У всех людей всегда есть возможность быть лучше, стать лучше, особенно баскетбол. Баскетбол – такой вид спорта, где себя может найти все. Толстый, худый, больший, маленький, медленный, да. Конечно, должен определенный какой-то фактор удачи быть, да. И я считаю, сейчас в основном все наши игроки, включая даже тех, которые, может быть, не настолько играют, они стали более уверены, более такие, ну, конечно, игроки, я понимаю, обижаются, что там грузится в себе, что не играет или играет меньше. Есть такие, это нормально, это проверить всех уровней. Здесь игроки, игрок, который играет много, хочет еще больше играть и наоборот, да. От такого, кто не хочет играть и который думает, что он плохой, таких нет. Да, это очень важно, чтобы игрок понимал, что, ну, главное, чтобы только думал трезво. И все у нас, я считаю, все игроки уже стали чуть-чуть лучше. Как будет дальше? Не знаю. Предела для совершенства нет. Мы можем быть еще лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok